Таджикистан Таджикистан станет индустриально развитой страной к 2030 году. Власти Казахстана хотят создать казахский ислам. Таджикистанские власти приступили к разработке женской одежды. Очередной Таджикистанец стал жертвой фабрикации со стороны ФСБ. Депутаты Нижней палаты парламента Таджикистана пообещали народу светлое будущее, заявив, что страна в скором времени превратится в развитую индустриальную державу. Выступая в четверг на очередных парламентских обсуждениях, вице-спикер Нижней палаты Акрамшо Филалиев и депутат Хисрави Абдуназар отметили, что стратегической целью является индустриализация страны, то есть превращение аграрно-индустриального Таджикистана в индустриально-аграрную страну. Об этом, по словам депутатов, говорил Рахмон в этом году во время своего обращения к парламенту. Все мы являемся свидетелями того, что стратегический план лидера нации осуществляется постепенно, с открытием и сдачей в эксплуатацию промышленных предприятий. Недалек тот день, когда наш любимый Таджикистан полностью превратится в индустриально-аграрную страну, заключили депутаты. Напомним, что Эмамали Рахмон находится у власти уже в течение более чем 23 лет. И с экономической точки зрения период его правления является настолько провальным, что на сегодняшний день к среднему слою населения относится лишь 22% от общего числа людей, а большинство людей живут за чертой бедности. Кроме того, Таджикистан, несмотря на наличие природных ресурсов, является самой бедной страной в регионе. Потому, каким именно образом страна превратится в индустриально развитую державу, остается неясным. Власти и Дум Казахстана приступили к разработке новой модели понимания ислама с учетом местных национальных особенностей. Мы должны все это учитывать и с учетом наших особенностей выработать нашу казахстанскую собственную модель. Именно так выразился министр по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермикбаев, выступая на прошлой неделе на Международной научно-практической конференции «Идентичность и единство. Казахстанский путь и модель» Нурсултана Назарбаева. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание участников конференции на совместный проект нашего Министерства и Духовного управления мусульман Казахстана. Сегодня мы приступили к выработке казахстанской модели понимания и трактовки священных книг ислама. Сформирована специальная группа ученых для разработки научной основы такой казахстанской модели понимания ислама, цитирует министр Аказинформ. Среди населения проповедуется чуждая нам идеологическая установка. Напомним, что ранее в Казахстане власти сообщали о намерении полностью запретить ношение хиджабов и бороды. А бессменный президент Нурсултан Назарбаев даже заявлял о том, что исконная религия казахов – вера в духов. Поклоняется духам предков. Арвах. А Коран говорит, что поклоняется только Аллаху. Никаких духов. Власти Таджикистана приступили к разработке женской одежды для предотвращения распространения среди таджикских женщин исламской формы одежды. Эскизы моделей женской одежды уже готовы и отправлены на рассмотрение соответствующим ведомствам. Эти эскизы подготовлены в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичик, заявила Азии Плюс Махбуба Азизова, пресс-секретарь комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ. Мы совместно подготовили инструкцию с рекомендуемыми видами одежды для девушек и женщин Таджикистана и направили ее в правительство, которое должно ее утвердить, отметила она. Напомним, один из пунктов поправок в закон об упорядочении традиций и обрядов касался обязательного ношения так называемой национальной одежды, что означает запрет на ношение исламской формы одежды. Это дополнение было внесено в виде статьи 14 прим. 1 в главу 4 «Обязанности физических и юридических лиц при проведении свадеб и мероприятий». На данный момент уже сейчас в приглашениях для сочетающихся бракам указывается, что женщинам и девушкам в хиджабах запрещено входить в ЗАГС. Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона об упорядочении традиций и обрядов, заявляют в ведомстве. Известный правозащитник, председатель организации «Йордам» Бахром Хамроев опубликовал у себя на странице в Фейсбуке информацию о том, что к нему обратились родственники похищенного российскими силовиками в городе Мурманске гражданина Таджикистана Азизова Хабибулло 1991 года. 17 октября 2017 года, вечером, возвращаясь домой, при входе в подъезд он был похищен силовиками, увезен в неизвестном направлении и в течение суток содержался в каком-то непонятном помещении. Под действием пыток с применением физического и психологического давления его принуждали прочесть предложенный текст присяги к ИГИЛ. Сюжет присяги сняли на телефон Хабибуллы и выложили на его страницу ВКонтакте. Затем борцами с терроризмом Хабибулло был доставлен в полицию и 19 октября сотрудники ФСБ обвинили его в терроризме по якобы нашедшей в социальной сети информации о его присяге к ИГИЛ. На протяжении данных трех суток обработки Хабибуллы были применены физические и психологические действия со стороны так называемых борцов с терроризмом и в отношении его соотечественников района Хамадони, Республики Таджикистан, которые проживали вместе с Хабибулло на арендованной квартире. Вломившись в квартиру, избили их под предлогом того, что они являются исполнителями и сообщниками террориста Хабибуллы, заставили купить билеты и покинуть Россию. Следует полагать, что еще один псевдоотчет будет представлен силовиками, главной целью которых является получение прибыли с государства в виде премии и званий, руководству о якобы пресеченном террористическом акте и нейтрализации террористической ячейки. Для России борьба с терроризмом превратилась в собственный продукт, который рассчитан на экспорт и никому не нужен в такой скоропортящейся оболочке, противоречащей природе человека. К сожалению, иной проект качества развития предложить России другим народам не в состоянии, пишет Бахром Хамроев. Продолжение следует...